Учиться и учить по-новому. О модернизации столичного образования говорили сегодня на традиционной августовской педагогической конференции в Чебоксарах. Обсудили и одну из основных тем, поднятых накануне на республиканской конференции. Как повысить качество обучения. Одна из главных проблем укрепления материально-технической базы решается теперь на федеральном и республиканском уровнях. Благодаря своевременному финансированию во многих школах и детских садах появились современные компьютерные и медицинские кабинеты. Проведен ремонт в столовых, спортивных залах, установлено новое оборудование в пищеблоках. Согласно этим условиям образовательное учреждение должно предоставить нормальную скорость интернета, полный набор учебников, которые необходимы для освоения стандарта, осуществлять полноценное питание. И те оздоровительные комплексы, которые предусмотрены в стандарте, они тоже должны быть в образовательном учреждении. Это компетенции муниципалитета и компетенции руководителя образовательного учреждения. Надеюсь, что наши школы вздохнут немного, потому что им не надо будет думать о текущих крышах, о старых окнах и сосредоточиться на качестве, на результатах обучения и воспитания. И я бы хотела подчеркнуть, что воспитание ставим на первое место. Повышение заработной платы также должно стимулировать педагогов. До конца этого года, по заверениям главы города Чебоксары, размер зарплаты работников педагогической сферы увеличится и к концу года достигнет средней по экономике республики. В 2013 году на отрасль образования выделено почти 3,5 миллиарда рублей, в том числе на заработную плату 2,5 миллиарда рублей. Среднемесячная заработная плата учителей города Чебоксары за первые полугода 2013 года составила 19 800 рублей. Воспитателей детских садов 15 600 рублей, педагогов дополнительного образования 13 400 рублей. Не обошли вниманием и новый закон об образовании. До 1 сентября остаются считанные дни, поэтому всем работникам педагогической сферы порекомендовали еще раз проштудировать статьи закона, чтобы встретить учебный год во всеоружии. Этот год действительно новый во всех смыслах, поскольку мы начинаем жить в условиях нового закона об образовании в Российской Федерации. Прошу обсудить на педсоветах перспективы развития учреждений, чтобы каждый к Новому году обрел свое лицо. Кроме этого, перед коллегами выступили руководители школ, учреждений дополнительного образования. Поделились своим положительным опытом. Лучшим из лучших в своей сфере сегодня вручили государственные и ведомственные награды, почетные грамоты и дипломы. Для меня вот эта награда, она, наверное, будет еще больше вдохновлять в своей работе, так как я учитель чувашского языка. Для городских детей это совершенно, скажем, иностранный язык. Поэтому вот такая награда, такая честь, она будет вдохновлять дальше и дальше работать с настроением, с восхищением.